Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный Бог, мирной нас. 19 января весь православный мир отмечает один из главных праздников христианской церкви – Крещение. Праздник этот связан с Крещением Иисуса Христа в реке Иордан, поэтому у него есть второе название – Богоявление, в память о чуде, которое произошло во время Крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя. Евангелист Лука пишет об этом. «Отверзлось небо, и Дух Святый несел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз небес глаголющий – Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Именно поэтому мы так чтим этот день, так любим его, именно такой он поэт торжественный. В этот день Бог явился миру. До этого, ну, жил Иисус, да, о нем знала его мама. Да, мы слышим из Священного Писания, как пастухи свидетельствуют о том, что родился в мир Христос. Пастухам ангелы говорят, Иосифу ангелы являются. Но это знали только близкие. А так, чтобы узнали все весь мир о Христе, это произошло именно в день Крещения. Крещение – важнейшее таинство, входящее в число семи наиболее древних таинств. Одно из трех, помимо Евхаристии, брака, которое начинается возгласом священника «Благословенно царство», потому что символизирует духовное перерождение человека, рождение его в новую жизнь. Через Крещение человек становится членом церкви. Для нас этот день, поэтому так важен, потому что он является началом вот того пути, или того спасительного пути, по которому пойдет Господь Иисус Христос. Крещение по-гречески «баптизм» означает погружение в воду. Это очень древние обычаи, гораздо древнее христианского крещения. Он встречается почти у всех народов древности – халдеев, египтян, пирсов, индусов, отчасти у греков и римлян. И означает не только физическое, но и нравственное очищение. У римлян младенцев обмывали на восьмой или девятый день рождения, и тогда же нарекали имя. Совершенно другое понимание, другой смысл появился у обряда крещения в Новом Завете. Крещение христианское и есть крещение Духом Святым. Оно дает абсолютно новые дары, новую жизнь, новое духовное рождение, обновляет человека. Мы благодарим Бога за то, что Он явился в мир в этот день. Мы благодарим Бога за то, что Он нам дал. А дал Он нам очень много. Он дал нам благодать свою, Он дал нам свою любовь, Он показал нам путь, Он указал нам путь ко спасению. В Древней Церкви крестили в самые торжественные дни года, в самые значимые христианские праздники. Крещение само по себе было для верующих людей важнейшим и всеобщим церковным праздником. Новокрещенные люди, облаченных белой одеждой, торжественно шли в главный собор, где впервые приступали к евхаристической чаше. При этом вся община молилась и ждала, когда они придут из крестильного храма. Одна из древних православных традиций – крестить людей в блогенческом возрасте на сороковой день. День крещения ребенок обретает англоохранителей, который будет рядом на протяжении всей его жизни. Да сокрушаться под знаменем образа креста твоего вся сопротивная сила. Аллилуйя, вон мне, аллилуйя, 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 аллилуйя. Затем наступает сам момент крещения. Священник берет у крестных ребенка и три раза погружает его в купель. Далее священник надевает ребенку освященный крестик. Он – напоминание о крестном подвиге Христа, о долге христианина и заповеди Спасителя. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой». Смысл этого напоминания в том, чтобы помочь человеку преодолеть эгоизм, гордость, лень и приблизиться к той любви, которой любят человека и мир Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После окончания обряда крестные надевают малышу крестильные одежды. Существует древняя традиция облачать новокрещеного в одежду белого цвета, которая символизирует приобщенность новорожденного христианина в божественной благодати. То, что он очистился от грехов через святое таинство. Вместе с таинством хрещения проводится и другой обряд – миропомазание. Миро изготавливается в специальной печи на подворье патриарха в Сея Руси. Оно состоит из различных масел, трав и коренев. Варится три дня. Все это время священники по очереди читают Святое Евангелие. Освящение мира совершается святейшим патриархом в Великий Четверг за божественной литургией в Храме Христа Спасителя. При освящении нового мира патриарх добавляет в каждый сосуд немного древнего мира, которое хранится в специальном сосуде с апостольских времен. Таким миром помазывают только один раз в жизни – в момент крещения. После мира помазания ребенка три раза обносят вокруг купели. Это означает, что с этого момента он стал новым членом церкви. Затем батюшка крестообразно остригает волосы ребенка. Это символизирует покорность Господу и небольшую жертву, которую он приносит Богу за то, что тот подарил ему новую духовную жизнь. Таинство крещения завершается. Молитва звучит голосами тысяч верующих. Храмы пришли задолго до рассвета с чистыми помыслами и словами о мире в душе и мире с Богом. Колокольным звоном встречают крещенскую ночь. Праздником крещения заканчиваются рождественские святки, продолжавшиеся 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В храмах в этот день освящают воду. Раньше ее брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После этого вода в реке считалась крещеной. А не крещающийся к тебе, Господи! Твоя чистая явится поклонение, родитель, Бога, свидетель, слушай тебе, возлюбленного Тебя, Сына, именое, иду. Святую воду набирали в различные сосуды и несли домой. Православные верили, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и здоровье. Сегодня ее можно набрать в любой церкви после чена великого освящения воды. И святой в эту ночь вода становится не только в проруби, и в храмовой купели, и даже дома, если верить в чудо. Я прихожу на крещение и напираю водичку, чтобы Божья благодать не оставляла нас весь год до следующего крещения. Когда мы освящаем молитву эту воду, она становится целительной не только для наших телес, но и для наших душ. Потому что именно для этого Господь пришел – спасти наши души, ввести нас в жизнь вечную. Мы принимаем воду, мы ее освящаем, мы ее вкушаем, для того, чтобы исцелились наши души, наши сердца и наши тела. Многие считают, что в крещение главное – набрать святую водичку и окунуться в прорубь, чтобы смыть грехи. Купание в крещенский праздник стало столь популярно, что даже неверующие люди считают своим долгом прийти исполнить этот обряд. Однако это народная традиция, которая к церкви не имеет никакого отношения. Раньше в домах не было водопровода, поэтому и Ордань прорубь прорубали в реке, чтобы можно было набрать воды и отнести домой. И уже 8 лет я ныряю, купаюсь. Для себя, для здоровья. Человек верующий, он должен ходить в храм. Вы ходите в храм потом? Ну, хожу, но редко. То есть сегодня на службу вы не пойдете, да? Нет, не пойду. Но вот беда. Ледяная вода не смывает грехи. Для этого есть таинство покаяния. Поэтому, чтобы богоявление стало действительно настоящим праздником, нужно делать шаг не в крещенскую прорубь, а в храм Божий. Вот что говорят об этом священники. Если веры нет, то хоть на час погрузитесь в крещенскую воду, исцеления не будет. А если есть вера, то достаточно капля упадет, когда священник кропит. Игумен Даниил Ирбец. Купание в крещенской воде не исцеляет мгновенно от всех болезней и не смывает грехи. Омывает их не крещенская вода, а покаяние в таинстве и исповеди. Больше никак. Даже если вы километра два проплывете в проруби, а на исповедь не придете, грехов меньше не станет. Священник Дмитрий Филин. Это традиция народная. В праздник крещения опускаться в купель, в реку или в какие-то воды. Безусловно, любое окунание в воду, любое, ну так скажем, омовение, оно символизирует очищение. Но прощение грехов человек получает только тогда, когда он кается, и это прощение получает от священника и, соответственно, от Бога. Эта молодая женщина стала купаться на крещение 8 лет назад за компанию со знакомыми, чтобы здоровье было. Со временем пересмотрела свои отношения к крещенским купаниям, стала ходить в цирковь, причащаться. Я стала меньше болеть. То есть в первую очередь идет очищение души от всего плохого. Мне это понравилось. Это моя вера. Я к этому иду. Все мы люди, у всех есть какие-то моменты, за которые стоит кому-то сказать спасибо, перед кем-то извиниться. Не бывает такого, что человек грешит весь год, потом приходит к проруби, окунается в ней три раза и освобождается от греха. Крещенскую воду, как великую святыню, следует раздавать для освящения домов, для благоговейного окропления. Крещенская вода обладает целебными свойствами. Это подтверждают современные ученые. В течение года она не теряет своей целебной силы, сохраняется свежей на протяжении от одного крещения до другого. Объяснить этот феномен ученые не могут. Верующим людям никакие объяснения не нужны. Они не сомневаются. Свои уникальные свойства крещенская вода получает с неба в дар от Господа.